...леди магнит Мценского уезда. Он был другом Дмитрия Шостаковича, еще по Ленинграду, и пригласил Шостаковича на премьеру в опере. Когда премьера состоялась, то Шостакович сказал, что наша героиня Зулия Харисматулина, одна из самых великих на его памяти, Катерина Измайлова, одна из самых вот таких, несмотря на то, что тогда блистала Галина Павловна Вишневская в этой роли, в коронной роли, тем не менее, он оценил, и это были не просто слова, как известно, Шостакович был человеком честным очень перед искусством, и он каких-то эпитетов просто тогда не распространял, это эпитет, который стоит очень дорого, и он ценил Зулию Харисматулину, как выдающуюся Катерину Измайлову, и она вошла в историю татарского и русского, и западноевропейского репертуара. Всего же ей было спето около 40 партий в разных операх национальных, европейских и русских. Некоторые партии женские ставились прямо на нее, и что называется, не просто ставились, но даже сочинялись на нее. Например, это оперы Жиганова, Жиганова, Коптеляек и Намус, которые были сочинены, женские партии на ее сопрано. Композитор Валиуллин сочинил две оперы и женские партии в этих операх с расчетом на Зулию Харисматулину, это на берегах Демы и Самату. Композитор Жалдат Файзи в опере «Неотосланные письма» по Аделю Бутую тоже сочинил женскую часть на оперную на расчете на ее голос. То есть она вошла еще и в историю татарской музыки, став первоисполнительницей многих татарских опер и произведений музыкальных 50-70-х годов. Позже она перешла на камерный репертуар и стала камерной очень большой, знаменитой крупной камерной певицей. Народные песни ей были подвластны. Она была крупным педагогом, но, наверное, о педагогической деятельности расскажут ее непосредственно ученицы. Вот мы благодаря технике, скажем так, будем иметь возможность услышать их. И, соответственно, они расскажут о том, каким великим она была педагогом. Умерла она в 1994 году, в таком, ну, скажем так, не слишком преклонном возрасте, но уже давно воспринимавшееся как некое явление культуры татарской 20-го века. То есть, когда она ушла из жизни, те некрологи, те статьи, которые мы изучали в подготовке к вечеру, они были не парадными, а у них была такая искренняя тоска и искренняя печаль относительно ее личности, того, что таких, такого уровня певиц ну, за последние годы, за последние десятилетия на татарской оперной или камерной сцене не появлялась такого масштаба певи, с которым был подвластен репертуар тройной, скажем так, очень сложный, национальный, русский, европейский, и который давалась одинаковая и оперная, и народная, и камерная музыка. Поэтому вот очень важно, что вы сегодня пришли к нам, и сегодня мы познакомимся ближе с ее творчеством, услышим еще несколько раз ее голос, услышим рассказы людей, близко гнавших ее, и услышим в исполнении молодых артистов, современных артистов произведений из ее репертуара. Я хотел бы еще предварить наш сегодняшний вечер тем, что сегодня мы услышим и современную музыку, в том числе оперную музыку, которая, ну, как бы сказать, несколько навевает у нас некоторый оптимизм относительно возрождения татарского оперного, от татарского оперного искусства. Я, как бы, была, я уже сказал сегодня о том, что специальным гостем сегодняшним нашим является композитор Зуфия Раупова и певица Альбина Латипова. И вот мы, благодаря нашим гостям, гостям, вернее, услышим подтверждение мысли о том, что в какой-то степени оперное искусство, не в какой-то, а в очень большой, потому что это были триумфальные премьеры в Казани, в Москве, в других городах. Начинает возрождаться, потому что в длинный период времени мы говорили об оперном искусстве татарского в прошедшем. Мы говорили о Кесматулине, Абулатове, Ниазидаутове, Базати Аббасове, как о неких хрифелях прошлого, да, и, соответственно, что нет у них продолжения, нет у них нового какого-то витка. А теперь вот он появился в лице наших сегодняшних гостей. Сегодня я хотел бы благодарить всех пришедших на вечер и особо отметить, что среди нас присутствует наш гость Ташкента, советник представительства Татарстана в Узбекистане, Нариман Каримов. Он подарил нашей библиотеке книги. Я хотел бы, чтобы Наримана приветствовали. Спасибо. Нариман расскажет потом о том, что о нашем вечере, нашим ташкентским другим. Спасибо большое. Наш замечательный хор, о котором я говорила, нужно идти в нашей библиотеке, поэтому я предлагаю послушать еще этот роман, с утками ячьим исполнением, и готово. Я рептикс, я рептикс, я рептикс. 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 Николай видит. Я рептикс. Я рептикс. Я рептикс. Я рептикс. Короса карета. Я рептикс. Я с Stones, Agency. Я рептикс из variation на двете и запарезе. Я рептикс особо. Я плечен. А с спины, Для людей мы не можем не можем делать это, мы будем его сходить. Мы не можем их любить. Я не знаю как мы, кто живет и сам, мы не можем домашнить себя, и мы к родным, кто есть хороший хороший, который мы знаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Коллектив Алина, Ахлен, Ноджия, Норислам, Ноджиан, Юлия, Светлана, Фарид и Роман. И ваша подготовка. Спасибо. Татар Халат Желек, Су Була. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сара Садыкова музыка 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 Садыкова музыка Сара 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 Садыкова музыка Садыкова музыка Сара 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 Садыкова музыка Садыкова музыка Сара 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 Садыкова музыка 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 Габрики, я должна говорить таким образом, она создавала методику занятий с колоками для обладателей народных голосов. Вот незабываемые минуты, никогда не забуду, как я впервые вошла в классу Лики-Каталонной. Возле двери стояла толпа студентов. Наконец, дошла очередь и до меня. С волнением я вошла в кабинет. Залегка за того, я заканчивала занятия с одним из своих учеников. Еще за дверью я внимательно слышала, как поет эта студентка. Я так пить не смогу. Подумываю я тогда. Но, говоря по правде, хотя исполнение мне понравилось, желание петься по новым голосам у меня не возникло. У меня был низкий, золотый голос. Залегка за того, она встретила меня с теплой улыбкой, задала несколько вопросов, поинтересовалась условиями жизни. Узнав, что я подрабатываю медсестрой, в начале смены задумалась, затем мягко, но внушительно сказала, что занятия надо посещать беспрекословно и стараться успевать по всем безметам. Я посчитывала, что мне будет очень нелегко совмещать учебу с работой. Разговор наш имел неожиданный финал. От переполнивших меня чувств, я вдруг расплакалась. В ожидании этой встречи я очень переживала, как пройдет наше знакомство. Полюбит ли Жюлиха Сесмактулина меня? Жюлиха Гакаула отнесла с камня тепло по-матерински, и мое внутреннее напряжение вдруг разом прозвало слезами. Она удивилась. Почему ты плачешь? Я не в топа задвитила. Потому что не умею петь, как они. Жюлиха Гакаула рассмеялась. Словно середренные монетки рассыпала. Тебе и не нужно петь, как они. Ты будешь петь своим задушевным природным голосом. А потом воду тебя добавила. Словно прошла в мои мысли. Я в ответе за твой голос. И не собираюсь превращать его в сопрано. Будь спокойна. Мы здесь готовим оперы и оперы камерных 500, а ты будешь народно-камерной, как ты будешь певицей. Что касается голоса, то он будет развиваться, если будешь заниматься серьезно. Так успокоила меня великое певица. И все мои сомнения, страхи, тусы и седли. Душу не дошла спокойная благодать. А вы и Гакаула можно, я могу часами говорить. Но не хочу ваше время много занимать. Но я должна сказать о том, что Жулика Таула должна, Жулика Таула также умела лечить больные голоса. Она лечила больные голоса. Студенты стал глупше, если такой проблемой или потерявший свой голос. Буквально ходили за ней капитан с просьбой взять и свой класс. А добрый Жулика Таула всегда в слове навстречу, возлагая на свои плечи огромный труд и ответственность. В своей мягкой, ютидной школе пения кропотливой работой она многим спасла физическую карьеру и судьбу. За столь долгий год пенопатистской деятельности в Казахстане в Старской консерватории Жулика Таула воспитала и выпустила в большой мир целую преряду профессиональных пенсов певиц-педагогов по вокалу. Их невозможно перечислить. Они работают и достойно служат искусству профессиональной пенсии в странах бывшего СССР во всех уголках России и Республики Татарстан. В те годы в Казахстанской государственной консерватории поступали и учились со всей великой страны СССР, со всех уголков этой страны и со всех республик, всех наций и с такими сущно разнообразными студентами она работала, у нее старно работала. Она устраивала и дома, дополнительные занятия, у себя дома. Закончив урок, она прежде чем отправит ребят в ваше житие, всегда кормила своих полуголобных учеников. Уроки с мотыльными проходили очень интересно. Мы часто от души смеялись. Подобно тому, как я нечаянно расплакалась на первом занятии, случалось, что я не могла сбежать смеха во время исполнения упражнения. Однажды на вопрос Желихи готового о том, что меня так развеселило, я ответила. Моя фильм не похожа на начальной коровой. У нас в деревне коровы сначала так же мечат, а потом раскрывают рот и уже орут вообще горло. Желиха снова рассмеялась своим серебристом смехом. Пожалуй, между прочим, корова мучит правильно на опоре. Здесь и корова приходится быть и петухом, и отцой. Одна дама сказала мне, Жухра, а ведь распиваться можно и во время смеха. Можно работать с голосом и совершенно безлучно, незаметно для окружающих, если принял тайное обстоятельство. до сих пор перед глазами Катюрика Каталовна учила меня таким толкостям. Она часто говорила, певец должен уметь спеть в любом состоянии, если только его голосовые связки не слишком серьезно больны. Потому что жизнь у певца полна непредвиденных ситуаций и экстремальных условий, особенно в дороге. ты же не станешь объяснять свидетелям в саде своей проблемой. Они пришли послушать тебя и ты должна петь. Желиха Доколова работой в консерватории продолжал нанести в Казанском в театре губки измолитов имени социалили петь продолжала петь свои партии. Ее вызывали, просили. Помню один случай который у меня один случай который говорит, что петь остался петь и не и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» сейчас мы послушаем небольшой такой еще технический момент который мы хотим вам преподнести уникальным мы осуществим сейчас телефон звонок в казани профессор казанской консерватории не не петровне варшавской еще одна ученица зулихи хисматулины не на петровна поделится с нами воспоминаниями о своем учителе я хочу добавить слова марата что очень приятно что все ученики которые знали о нашей встрече пожелали изъявили желание как-нибудь посильную принять значит предпосильное участие принять нашем вечере и мы благодарны в том числе не петровне и сейчас попытаемся связи связаться она ждет нашего звонка хотел бы поделиться некоторыми воспоминаниями о своем любимом учителе несколько слов они не петровне на петровне варшавской крупный вокальный педагог певица в прошлом вокалист большой добрый вечер на петровна мы вас приветствуем мы находимся в библиотеке на вечере памяти зулихи хисматулины и хотели бы как мы договаривались с вами послушать несколько слов о вашем педагоге во-первых я приветствую всех слушателей очень приятно что организовали такой вечер ради великолепной неповторимой и уникальной певицы татарстана я начну с того что она работала в театре начиная с сорок четвертого года была чисто деткой третьего курса музыкального училища и в сорок пятом году она поступила в казанскую государственную консерваторию по плацу рожковской а потом цветово и продолжала работать в оперном театре вот в первом огромное количество более сорока партий в театре из опер зарубежных русских татарских композиторов кроме того она имела огромный камерный вокальный репертуар и практически все произведения татарских композиторов того времени были ей исполнены потому что татарские композиторы специально для нее писали и романсы и песни а жигану специально для нее писал партии в операх а джиги джонда сальви замечательный татарский композитор ну работа из консерватуры за вихра готового начала в 1961 году по совместительству с работой в театре и проработала в ней до последних дней своей жизни в должности профессора весь свой сценический опыт, вокальное мастерство она передавалась своим студентам выпуск ее учеников составляет примерно 50 небольших специалистов 50 человек, которые работают и в России и в республиках и зарубежья и подают, поются в гармониях до сих пор мы проводим вечер в памяти Зульчинича Матулина вот в частности на 90-летие в 2012 году у нас был проведен концерт памяти Зульчинича Матулина где иллюстрировалось пение ее участвовали ученики Зульчинича Матулина и народной артисты Зухраса Хадеева, Уса Амаликов Айдар Файзрахманов и многие другие и воспитала она огромную плеяду певцов различных национальностей не только татары, русские, но тут и чуваши, и морейцы, и удмурты, и колейцы, и башкиры и владение огромным репертуаром позволяло ей, конечно, подбирать индивидуально для каждого студента очень удобную и очень полезную для работы над голосом программу и я с благодарностью вспоминаю концерты своего учителя ее уроки стараюсь передать своим студентам ее методические принципы и особенность музыкального мышления Зульчинича Матулина заключалась в собственной интерпретации образов совершенно не похожей на другие она говорила, что надо спеть этот роман так, как ты его чувствуешь от первого лица и постоянно находиться внутри происходящего действия а если будешь петь как сторонний созерцатель или копировать других певцов, то получится скучное и никому не интересное стандартное восприятие она старалась привить ученикам умение тонко и глубоко раскрывать содержание воспитывая вкус и культуру исполнительства очень много внимания она уделяла прочтению точному прочтению текста и музыке без нарушения стиля и характера произведения метод показа, конечно, она применяла не так часто но когда я приходила на урок и у меня не получалось, например, верхние ноты я спросила, вы скажите, пожалуйста, как надо спеть эту ноту что вы думаете? она с легкостью брала эту себе моль и приговаривала ой, я на всю жизнь уже распета и без распевки, без всякой подготовки она блестяще показывала нам, как надо петь ту или другую работу ну, особенно, например, мне запомнились уроки по подготовке оперных отрывков из оперы, например, Пучини Чио Сан партия Чио Чио Сан была любимой уже хиготаулы была ее любимой дипломной работой по окончании консерватории и на протяжении всей жизни она именно эту партию несмотря на то, что и другие партии она, конечно, исполняла блестяще но это была самая любимая, потому что она говорила она всегда напоминает о моей юности о моих незабываемых годах учебы в консерватории ну, как это она была строгим и очень доброжелательным слезвым человеком не терпела ей нераспущенности и в то же время на ее уроках было очень спокойно светло мы никогда не видели в ней раздражения ее все любили в оперном театре у нее не было врагов она всегда была доброжелательна никогда не ввязывалась ни в какие интриги она была таким человеком, с которым можно было посоветоваться и получить добрый практический совет что еще можно? ну, конечно, если вспомним мы ее с внешней стороны она всегда была очень красиво одета всегда у нее была прическа замечательная, макияж всегда был маникюр она так следила за собой и была примером для нас, учеников и, пожалуй, для всех и в свои 70 лет она спела юбилейный концерт в двух отделениях в большом зале консерватории просто блестяще она показала, насколько голос ее остался молодым, свежим, тембрально и, фактически, этот голос у нее нисколько не изменился для дали потому что она очень красиво спела спасибо большое, Нина Петровна еще интересует, может быть спасибо вам большое за такой полноценный рассказ очень емкий и интересный мы рады и благодарим за то, что вы пожелали и зрели желания помочь нам в подготовке и поделиться своими воспоминаниями мы с вами прощаемся вот аудитория говорится, что хотят видеть это замечательный вечер желаем вам удачи успехов да, приезжайте, пожалуйста, тоже к нам до свидания спасибо большое всего доброго а сейчас мы продолжаем наш концерт и следующая музыкальная часть нам представит хозяйка сегодняшнего вечера заведующая библиотека татарского культурного центра певица Зульфия извиняюсь Хадыбулаева аккомпанемент Альфии Тимирбулатовой Зульфия Ханун исполнит татарскую народную песню Зулейха посвященную так скажем, да народной песне но очень символично будет посвящена нашей сегодняшней героине из репертуара Зулейхи Хисматулиной одна из ее любимых песен надо заметить что самой нашей героине великой певице Зулейхи Хисматулиной посвящались не только музыкальные произведения но и литературные в частности ей посвящено четверостишье о ее пении о ее таланте поэта Энвера Давыдова она вот я недавно видел архивное уже выступление известного казанского музыковеда Георгия Кантера который рассказывал о том что наша сегодняшняя героиня была и очень большой актрисой не только певицей он говорил что в молодости когда она только начинала свой творческий путь ей сразу был представлен очень большой широкий западноевропейский репертуар и несмотря на то что она допустим в репетиционный период или вне сцены казалось что она не подходит по внешним своим данным для западноевропейского репертуара в силу восточной внешности очень восточной внешности выраженный такой тем не менее она сразу же преображалась и сразу в сороковых пятидесятых годов превращалась в европейскую графиню во француженку в Джульетту в опере Ромео Джульетта и так далее то есть он говорил о том что она была очень большой актрисой мастером перевоплощения и об этом конечно к сожалению видеозаписей очень мало сохранилось практически нет видеозаписи Зулейхи Сматульна есть ее голос мы его сегодня еще в ходе вечера услышим а сейчас Зульфия Хабибуллаева песня Зулейха Аплодисменты 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 описывается Аплодисменты Аплодисменты Игорь Мир Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! А вот в ней, вот я не побоюсь, было от солнца, понимаете, такое вот незакатное солнце таланта. А когда она была на сцене, наслаждение от звучания самого голоса было настолько велико, как от солнечного света, настолько это было органично, естественно. Естественно, казалось, сам воздух вибрирует в каждом уголке огромного зала Татарского театра оперы и балета имени Мусли Джалиля, когда пела Зулиха Хесматулина. Мне запомнилась больше всего из партий, которую я слышал в ее исполнении, Аида. Аида. Да, бутерфляй, замечательная бутерфляй. Но потом пришла Лариса Башкирова, которая была тоже выдающаяся, бутерфляй. Катерина Измайлова, была Гульшат Ибрагимовна Сайфулина. Красавица, красавица, тоже замечательная была Катерина Измайлова. Но вот такой Аиды я вообще не слышал. К нам гастролеры приезжают, сейчас другой театр приезжают гастролеры из Москвы, из Киева, из Мариинского театра, из-за границы. Но вот такого звука, такого образа звукового, как создавала Зулиха Гатавловна, я не слышал больше никогда. Особенно я запомнил спектакль, когда к нам приехал легендарный, великий тенор Зураб Иванович Анжапаридзе, ведущий тенор Большого театра. И вот они пели вместе, он пел Радамеса, а Хесматулина пела Аиду. Это было что-то незабываемое. Это вот был поток, лава, лавина, таланта. В жизни она была тоже не звездная. Она была интеллигентная, доброжелательная, очень милая, уравновешенная, спокойная женщина. О баянии ее шло, вот сердечное баяние. С ней просто о каких-то бытовых-то вещах было поговорить приятно и полезно. Ученики у них были очень хорошие. И Альфия Загидулина была замечательная певица. Вот ее уже тоже нет. Замечательная была певица. И Рустам Маликов, и Эльвира Хабибулина. Многие у нее учились. И она, знаете, есть педагоги не поющие, а есть педагоги поющие. И между ними идет такое негласное соревнование. Педагоги не поющие говорят, не надо показывать, что это такое. Вот у нее все похожи на него. У него, а у нее на ней нет. Знаете, все-таки я скажу так, что педагог, который может голосом в голос показать по-настоящему, все-таки преобладает. Преобладает. И вот ее, ее судьба. Она, когда говорят о том, что вот она могла бы петь на сцене Большого театра. Да что значит могла бы? Да она бы украсила сцену Большого театра. Она ни в чем не уступила бы абсолютно, а в чем-то и превзошла бы знаменитую Тамару Милашкину. Ну вот так вот жизнь сложилась. И с провинцией в то время, чтобы попасть из Казани на столичную сцену, и мечтать-то нельзя. Сейчас проще. Сейчас проще все-таки немножечко, да. А тогда это все было закрыто. Она не ездила петь на гастроли за рубеж, она не пела на столичной сцене, она пропела всю жизнь в одном театре. А с одной стороны была какая-то в этом закрытость такая, а с другой стороны она всю жизнь пропела в родных стенах. Она имела партнеров замечательных, таких как Ниас Кураншевич Даутов, который очень много ей помог в ее карьере как режиссер. Он был ее партнером по сцене в опере «Самат», в Али-Уле на ней вместе пели. Даже одного из детей она назвала Ниас, в честь Ниаса Кураншевича Даутова. Вот, так что ее судьба вот и жизнь, она была цельная. Вот цельная такая вот, настоящая оперная, классическая героиня, в которой было что-то не звездное, а солнечное. Вот Зуреха, Гатаулна Хисматульна. Знаете, жизнь продолжается. Можно верить, не верить в реинкарнацию. Сейчас в Казани появилась еще одна Хисматульна. Айгуль Хисматульна. Это моя студентка, но не по специальности, по оперному классу. Я поставил спектакль Ромео и Джульента в этом году, и она получила премию Покровского за лучшее исполнение женской роли. Вот, может быть, она придет, и какая-то частичка души в Зурехе Гатаулна будет в ней. Это ее воскресе? Нет, это не ее воскресе. С вашей помощью мы ждем ее здесь. Это легко. Так, я попробую что-то спеть. Я сегодня же целый день пел, ну что-то спою. Мы говорили про солнце. Кадриотическое море беззвешенничество. Кадриотическое море беззвешенничество. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Поэтому обязательно нужно это сделать. Это великий, великий артист, реально великий артист. Понимаете, столетие его в прошлом году мы отметили, был такой «Грозовой перевал», как мы его с женой называли, потому что было 10 или 12 публикаций в журналах, газетах, в консерватории гала-концерт был. Реквиен Верди в честь него был исполнен в театре оперы и балета. Потом был спектакль «Ромео Джуретто», посвящен ему, его памяти. И в Екатеринбурге, где его носили на руках, носили на руках этого человека, я уж о нем скажу, потому что он сотрудничал вместе, это привязано к теме, поскольку он был коллегой Зурехи Гатауловны. И я, когда был в Екатеринбурге, на вешалку театра я пришел, а у меня шляпа такая австралийская, кожаная есть, и меня спрашивает гардеробщица, а вы артист, наверное? Я говорю, ну, да. Она говорит, а вы что, приехали вот что-то выступать? Я говорю, да нет, вот не здесь, это в консерватории будет. К сожалению, театр вот как-то так, не так уж откликнулся. Дали, правда, спектакль в его честь, князь Игорь, где он Владимира Игоревича пел в консерватории. А кого? Я говорю, неоскуравщик даутом. Да что вы, неоскуравщик, она пожилая женщина. Говорю, да это же наша любимица, это же кумир, я девочкой бегала на его спектакле. Знаете, его в Екатеринбурге, его носили на руках буквально. Это уж я к тому забегаю, делаю анонс такой маленький, чтобы пришли люди, зная на чей концерт они придут, в памяти кого они придут. Когда он шел по улицам, и за ним женщины зимой шли и ели снег из-под его следов. Как это бывает, только срок звездами современными. Вот это был такой человек. Кстати, вот показывали лица моих друзей, Зухры и Хайдара. Вот Хайдар обязан вообще всем ему. Никакого бы Хайдара Беричева не было. Вообще просто в живых бы просто его не было. Он бы умер рано. Потому что Ниас Курамшевич помог ему вылечиться от его очень тяжелой болезни, болезнь надпочечников. И вот он стал вот таким кумиром народа, таким певцом. Это мы поговорим о Ниас Курамшеве, о нем я могу часами рассказывать. Это уникальная личность. Договоримся, когда мы это сделаем, обязательно. Спасибо. В продолжение вечера мы приглашаем выступить со своей программой. Рассказать, я думаю, что лучше расскажет сама наша героиня, композитор Зубья Раупова. Из Юра Раупова все присутствующие знают хорошо, как автора оперы «Акс Гуэрэ» «Белый волк», чья премьера московская состоялась в августе этого года в рамках Дней культуры Республики Татарстан. И очень приятно, я еще раз повторю, что оперное татарское искусство возрождается после длительного периода затишья. Сейчас появилась эта очень известная, уже ставшая замечательная опера. В ней принимал участие Альбина Латипова, и Альбину мы тоже сейчас услышим. Поэтому Дюйфию Раупову приветствуем, пожалуйста. Добрый вечер, дорогие друзья. Хайр Виклищ, Хайр Виклищ, Хайр Виклислав. Мне очень приятно принимать участие в таком замечательном вечере, в вечере памяти, посвященной Хисматурине Зоффе Катаургану. И приятно, что наряду с народной музыкой прозвучала и оперная музыка. Мы специально для этого вечера приготовили небольшой фрагмент из моей оперы «Белый волк» Аббуре. Эта опера написана специально по заказу Государственного стимфанического оркестра Республики Татарстан. Она прозвучала трижды, и совсем недавно, как сказал Марат, она прозвучала в августе в Доме музыки. Мне очень приятно, что здесь присутствуют люди, которые имели возможность эту оперу услышать. И, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Наилю Ибатуловну Горееву, музыковеда, которая откликнулась на мою просьбу и написала замечательную статью. И я надеюсь, что в скором будущем мы сможем иметь такую возможность ее прочитать и увидеть. Зная, что наш вечер медленно затянулся, мне хочется быть краткой, потому что время действительно им всех уже поджимает, мы приготовили с Альбиной Латиповой небольшую литературно-музыкальную композицию. Мы специально приготовили фотографии для тех, кто не видел оперу, чтобы они могли немножечко с ней познакомиться. Премьера оперы прозвучала в Дни универсиады, она входила в культурную программу универсиады. Это было 15 июля 2013 года. На этой премьере побывало более 24 тысяч зрителей. Опера действительно имела огромный успех. И мне действительно хотелось бы, чтобы эта опера жила и дальше. И я надеюсь, что так и будет. А сейчас мы покажем небольшой фрагмент. Я хочу сказать, что Альбина участвовала во всех установках. Я приглашаю Альбину. Замечательно, что вы имели возможность теперь с ней познакомиться. Я думаю, теперь она будет здесь гораздо чаще появляться. А сейчас, с вашего позволения, я веду вас немножечко в курс этой сказки. Сюжет этой сказки в основе ее древней татарской легенды, Акбория, Белый волк, ее нашла я совершенно случайно. Когда я читала своим детям сказку, я увидела только заголовок. И моментально же я поняла, что это то, что мне надо. Буквально через несколько месяцев мне позвонил Александр Сладковский. И на вопрос мой, какой же будет сюжет, я уже знала, потому что я уже тогда была влюблена в эту сказку. Итак, мы начинаем. Давным-давно жил на свете Белый волк. Был он мудр и справедлив. В лесу он был хозяин. И стоял на высоких холмах золотой город. Белому волку поручил Всевышний оберегать и хранить живший там народ. И был у них предводитель, хан, у которого трое сыновей, да красавица жена, хан Вике. Счастливо жили хан и его семья, да случилась беда. Налетел на волос золотой город грозный треуглавый див и похитил он прекрасную хан Вике. Старшие сыновья один за другим отправились на поиски матери, да не вернулись. Шли годы, весну сменяло лето. Вырос, возмужал младший сын, хана Тегин. И решил он отправиться на поиски матери и братьев. Долго шел молодой батыр, пока не встретил Белого волка. И повидал тот ему печальную весть. Братья его превращены в камни, а мать Томирца в царстве слова зла. Братья его превращены в камни, а мать Томирца в царстве слова зла. Братья его превращены в камни, а мать Томирца в царстве слова зла. Братья его превращены в камни, а мать Томирца в царстве слова зла. Братья его превращены в камни, а мать Томирца в царстве слова зла. Братья его превращены в камни, а мать Томирца в царстве слова зла. Братья его превращены в камни, а мать Томирца в царстве слова зла. Братья его превращены в камни, а мать Томирца в царстве слова зла. Братья его превращены в камни, а мать Томирца в царстве слова зла. Братья его превращены в камни, а мать Томирца в царстве слова зла. Следите за анонсами в библиотеке. И еще я хочу поделиться такими небольшими своими планами. Дело в том, что еще много лет назад, когда я только перебралась в Москву из Казани, это было 10 лет назад, у меня возникла такая идея проведения такого музыкального ликбеза, где люди, не музыканты, не профессионалы, могли бы иметь такую возможность познакомиться с нашей музыкой и народной, и профессиональной. Это программа называлась «От истоков до наших дней», и вот я, когда познакомилась с музыковедом Нейлей Батумной-Гореевой, узнала, что такие программы уже здесь были и существовали. Может быть, как-то мы сделаем это совместно, может быть, это по другим ракурсам подойдет. И, в принципе, я готова быть в таких концертах, и если есть такая во мне необходимость, я готова всячески быть и быть полезной.